В городе Кохт-Лайарве стартовал чемпионат Эстонии по хоккею. Впереди нас ждут захватывающие игры, включая напряженное противостояние хоккейных команд. Особое внимание привлекают два юных таланта – Руслан Хитков и Арсений Кольцов, воспитанники хоккейной школы Эверест. Эти парни не просто участники чемпионата, они представители национальной сборной Эстонии среди юниоров в открытой лиге мастеров Финляндии. Сейчас они входят в топ-20 лучших игроков среди более чем 350 участников из таких хоккейных держав, как Финляндия и Швеция. Вице-мэр Кохт-Лайарве Эвелин Данилов отметила их вклад, лично вручив им новенькие клюшки на церемонии открытия, тем самым подчеркнув их значимость для национальной сборной. Уважаемые друзья города Кохт-Лайарве и всего региона Идавирума, наконец-то мы дождались долгожданного события – открытия чемпионата Эстонии по хоккею. И первая игра домашняя клуба ХЦ ЭВРС нашего Кохт-Лайарского будет состояться на нашей ледовой арене в городе Кохт-Лайарве. У нас сегодня в гостях дорогие наши телезрители. Я даже не знаю, как представить. Я не буду к тебе обращаться на «вы», потому что город у нас маленький, регион тоже маленький. Мы с Эвелином достаточно давно знакомы. Буду обращаться к тебе на «ты». Эвелин, у меня к тебе есть парочку вопросов. У меня здесь поступило письмо от одного человека. И выяснилось то, что ты по личной своей инициативе решил отблагодарить двух наших хоккеистов. Игроков сборной Эстонии по хоккею, которые участвуют в международной открытой лиге Финляндии, где участвуют более 350 хоккеистов с таких держав, как Финляндия, Швеция и наши парни находятся в топ-20. Играют они в майках сборной Эстонии. Скажи мне, пожалуйста, как ты оцениваешь успехи юных воспитанников хоккейной школы ХЦ Эверест, Руслана и Арсения, которые вошли в топ-20 лучших игроков среди более 350 хоккеистов, таких хоккейных держав, как Швеция и Финляндия? Для начала здравствуй. Привет. Рада видеть. Начну, наверное, в первую очередь с того, что сегодня я здесь действительно в первую очередь как просто фанат хоккея, потому что действительно уже несколько лет я наблюдаю за развитием команды Эверест, тщательно их поддерживаю, за них болею. И, конечно, я считаю, что это очень большое достижение. Это все-таки выносит наш флаг на международный уровень, особенно если это среди таких держав, как Швеция, Финляндия. Это, мне кажется, это невероятный успех. И это, конечно же, следует отметить. Мурашки за тело. Плюс к тому, что наши ребята участвуют в майках сборной национальной Эстонии. Воспитанники хоккейного клуба Эверест одевают на себя майки, участвуют на финском льду и показывают такие серьезные результаты. Какое значение для города Кохлоярви имеет такие достижения на международной арене? Особенно для юриньоров. Я имею в виду, ты уже сказал о приоритете, ты уже сказал о том, что это поднимает, наверное, какой-то престиж нашего города. Ну а вот для других, для других молодых ребят имеет какой-то импульс, стимул, вот то, что они в майках национальной сборной там играют? Наверное, опять же, здесь скажу, как мама троих сыновей. Я всю жизнь поддерживала спорт своих детей и буду продолжать это делать. И наблюдала эту картину, как и что мотивировало моих детей за все время их занятия спортом. Конечно же, очень важно иметь такого идоля, смотреть на кого-то, кто уже чего-то достиг. Это очень важно. Как раз, мне кажется, достижение Руслана и Арсения как раз то, что в будущем будет мотивировать других молодых заниматься хоккеем, обратить внимание на хоккей, вообще понимать, что это такое, и вызвать большой-большой интерес. Я надеюсь, что это все произойдет. И их успех, это все-таки будет явиться таким большим мотиватором для других молодых. Как стимул, да? Абсолютно, да. Хорошо. Тогда у меня к тебе следующий вопрос. Как местная власть поддерживает развитие спорта и молодежного хоккея в городе? Есть ли планы по увеличению финансирования или создания новых спортивных программ? К радости, город Котлояр действительно очень поддерживает молодежный спорт, поддерживает деятельность клубов. Я очень надеюсь, вернее, не надеюсь, но я знаю, что это будет продолжаться. Надеюсь, в будущем эти объемы поддержки будут только увеличиваться. И, конечно же, сейчас уже рассматриваем разные моменты. Также поддержать уже и детей в спорте, у кого особые потребности, скажем, чтобы и у них была возможность полноценно заниматься. То есть, конечно, разные движения в этих сферах есть. То есть, несмотря на то, что у нас достаточно сложная экономическая ситуация в общем стране, в республике, наше местное самоуправление, и ты в том числе, вы пытаетесь, ищете какие-то либо дополнительные возможности, чтобы у нас были такие воспитанники, да, и молодежный спорт, в том числе и хоккей, был на уровне. Правильно я понял? Абсолютно. Так как я руковожу социальной сферой, также должна отметить, что это все, этот спорт молодежный, вообще спорт в целом, это как и с моей точки зрения, именно как социального руководителя, считаю, конечно, очень важно. Я должен сказать, что... Так, Эвелин, я не я, если бы я не узнал о том, что ты планировал сделать сегодня на матче открытий. Мне попала в руки платежка, в которой я четко вижу, что ты помогла лично и собственного бюджета в размере шестиса евро в поддержку развития спортивного развития Руслана и Арсения. Я знаю, что ты очень скромная дама, я полистал твой фейсбук, ты на небосклоне политическом нашего региона, плюс-минус 6 лет, насколько мне это известно, полистал твой фейсбук там и нигде не увидел ничего о твоей деятельности. Оказывается, ты руководишь некоммерческой организацией, которая уже на протяжении 10 лет помогает различным сферам, не только в спорт, культура, малоимущим людям. Ты мне скажи, пожалуйста, почему ты молчишь? Вот вы чиновники, нам же всем кажется, что все в себя, все в себя, а оказывается, что 10 лет ты руководишь некоммерческой организацией, которая втихаря, никому не говоря, помогает людям. С чем это связано? Добро должно быть с кулаками? Ну, для меня такой, скажем, сложный вопрос, потому что часто говорят, что счастье любит тишину. Вот для меня благотворительность любит тишину. Я не знаю, это, наверное, что-то, что вот внутри меня вот такой вот момент, причем я никогда не хотела об этом говорить громко, это озвучивать. Ты даже покраснела немножко, я вижу. Мне даже сейчас неловко, когда ты об этом спрашиваешь. Ну, действительно, решила я оценить труд ребят, решила сделать им небольшие подарки, ну, чтобы это, наверное, тоже явилось как неким таким мотиватором. И самое главное, чтобы они знали, что их неуспех замечен. Я как гражданин, как житель города, благодарю тебя за это. И последний вопрос, что мы можем пожелать Арсению и Руслану в будущем? Я думаю, что мы, конечно же, можем им пожелать великих достижений, двигаться только вперед, еще раз вперед. Я думаю, что с помощью и поддержкой близких, с поддержкой тренеров, сверстников, одноклубников, я думаю, это обязательно все получится. И таких людей, как ты, Эвелем, да? Ну, хорошо. Следите за последними новостями вместе с ЕСН.